Студентам обещают на треть урезать стипендии. Изменения в порядок начисления индексации внес кабинет министров. Тяжелее всех придется первокурсникам. Как восприняли новость студенты, знает Анастасия Певная. Александр и Константин студенты пятого курса. О том, что в этом году их стипендии уменьшатся с 700 до 500 гривен, узнали от нашей съемочной группы. Перешить можно, но потеря существенная. Все равно тяжелее будет. В среднем за общежитие донецкие студенты платят до 150 гривен в месяц. Проезд в городском и междугороднем транспорте обходится примерно во столько же. На питание необходимо минимум 500 гривен, плюс карманные расходы. Чтобы не просить денег у родителей, будущий инженер-технолог Александр подрабатывает курьером. Говорит, совмещать учебу и работу нелегко, но на одну стипендию не проживешь. Если ее уменьшат, придется искать новый источник заработка. Потому что стипендий реально ее по сути не хватает. Это максимум, на что я могу хватить, это заплатить за общежитие и питаться. И то не месяц, максимум полмесяца, дней 15. Прибавку к стипендии в виде индексации украинские студенты получались с 2008 года. Тогда к 530 гривнам кабинет министров добавил еще 200. Теперь отправной точкой будет начало обучения. В соответствии к этой постанове, нужно делать так, что студент, который вступает на первый год, с первого вересня, он возвращается в 2008 год и может себе купить хлеб за этими ценами. Но это же не так. Может это не смешно? Может мы нашли машину часа? Разъяснить нововведение журналистам в Министерстве образования времени так и не нашли. Но распространили официальное заявление. Решения кабина поясняют общими правилами начисления зарплаты пенсий. И уверяют, минимум будут получать только первокурсники. У остальных пособия не уменьшатся. Профсоюзы объяснениями не удовлетворены и угрожают массовыми протестами. Было направлено обращение от имени Донецкого областного комитета профсоюза работников образования и науки Украины на имя кабинета министров тоже с просьбой отменить это постановление.